Хасавюрти, местная организация Всероссийского общества слепых, провела вечер вопросов, приуроченный ко дню белой трости с приглашением сотрудников городского управления комплексного центра социального обслуживания, пенсионного фонда и врача-окулиста. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы предоставить инвалидам, стоящим на учёте данной организации, возможность задать вопросы, интересующих их проблем, и получить исчерпывающий профессиональный ответ. Это было 55 и 60, на 5 лет подняли. И в ближайшие 3 года, они будут те, которые 60 лет, 65 лет, мужчина, женщина приобретает право на пенсию, в первом 19-м году на год, позже пойду, в 20-м году на 2 года, в 21-м на 3 года. Потом и уже в 24-м, в 23-м, дальше уже все пойдут на 5-е позже. Первоначально так, на каждый год по 1 году. Председатель Хасавертовского общества слепых Майя Бикеева поведала о цели проведения данного мероприятия, подчеркнув, что руководство данной организации очень заботится о своих подопечных и пытается предоставить им все возможные условия. Выразил благодарность работникам муниципальных и республиканских ведомств за активное участие в мероприятиях, проводимые данной организацией. Вот эти мероприятия мы почему назначаем? Потому что в течение какого-то определенного периода ко мне постоянно проходят с вопросами, вот почему это так, почему это так. И я-то некомпетентна им объяснить. Даже то, что я сама им объясню, они могут не допонять от того, что я не представитель этой организации. И вот я поэтому собравшиеся вопросы их приглашаю. И, в общем, вот видели сегодня, как доступно, Тагим Гасанович объясняет, для них это очень важно. Вы знаете, я очень благодарна, очень благодарна тем людям, которые заботятся даже о спокойствии наших инвалидов. Вот вы сегодня видели, как бурно, с какими эмоциями люди задают вопросы, наболевшие вопросы. Вот Тагим Гасанович каждый год, вот у нас, когда проводятся такие мероприятия, он проходит, никогда не отказывается. Благодарна всем тем, которые уделяют внимание нашим инвалидам, заботятся о них, как бы предоставляют им информацию. Мне кажется, это очень полезно. Наши люди пока пойдут туда, пока отстоят в очереди, пока, ну, в общем, получат информацию, да, это для каждого получается, тем более для инвалидов по зрению, это и тяжело, и по возрасту тяжело, и со здоровьем тяжело бывает. А здесь на тебе пришли и всю информацию им выложили. Председатель спорта общества слепых Шахбан Магомедов отметил, что руководство данной организации уже не впервые предоставляет подопечным такую возможность. Подчеркнул, что они также принимают активное участие в общественной жизни города. Я благодарен тому, что есть вообще этот коллектив, и у нас в коллективе есть много людей, вот в частности мой же друг Шушаев Артур, он вместе со мной, мы в спецколе учились в Изберге. Очень, таких людей здесь много, как он, да, он действительно, которые любят эту организацию, которые объединяют всех нас, и хотелось бы, чтобы это объединение всегда было крепче стало, как есть, но ещё крепче стало. С 13 октября по 13 ноября организация общества слепых запланировала массу мероприятий, в которые включаются экскурсионные поездки, вылазки на природу и организация спортивных и культурных мероприятий. Курбан Гериханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс». Корректор А.Кулакова